Добрый вечер! Актуальный вопрос, который мы сегодня хотим задать гостю нашей студии, касается безопасности актюбинцев на водоемах, в лесах, в местах, где проходят сейчас летний отдых, пикники и всевозможные мероприятия, скорее семейные, чем общественные, потому что все-таки пандемия. Но, тем не менее, каждый день мы читаем информацию о том, что там или здесь какое-то чрезвычайное событие произошло. Например, за 25 июля утонуло три человека, в том числе один из рыбаков, которые ночью вышли в Актюбинское море, мужчины в нетрезвом виде, девушки, которые плохо плавают, каких только жертв не случается у нас в Актюбе на воде. Об этом мы будем сегодня разговаривать с заместителем начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актюбе, подполковником гражданской защиты Ерболом Адельбековым. Здравствуйте, Ербол Жанбалатович! Ну, вот такая ситуация, то есть, наверное, может быть, в этом году стало особенно много жертв на воде? Или каждый год такая же повторяется история? Ну, мы, естественно, ежегодно анализируем ситуацию, да, у нас есть рост гибели людей на водоемах, у нас ежедневно поступает более, на сегодняшний день уже поступило более 1400 сообщений о чрезвычайном ситуации, из них вот 13 чрезвычайных ситуаций – это гибели на воде. Это только за купальный сезон? Это за купальный сезон, да. Ну, у нас и пожар, опасный сезон, купальный сезон, все. То есть, вот эти почти полторы тысячи – это вот тех самых ситуаций, где люди могут потерять здоровье, а иногда и жизнь? Да, да, да. Основными причинами гибели на водоемах людей – это, конечно, в первую очередь, это распитие спиртных напитков. У нас из 13 – двое детей, а остальные – взрослые мужчины, которые были в алкогольном состоянии, так скажем. Ну, то есть, прежде всего, причина – это беспечность людей. Да, да, беспечность. Они не думают о последствиях, возможно, еще и они не знают того водоема. Да, недооценка, да. Наверное, многие жители у нас считают, что Ктюбинские реки мелкие, что они не страшные, а на самом деле это не так. На самом деле это не так. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас есть 15 запрещенных мест, где там действительно нельзя купаться, потому что нами эти реки исследованы. Соответственно, у нас есть пляжи, то есть, куда можно только купаться, потому что это проверенные нами пляжи. Но они на данный момент закрыты. Они, да, в связи с пандемией, они все закрыты. Ну, как Вы считаете, может быть, вот именно следствие того, что разрешенные места закрыты, и люди все равно находят там где-то место, где можно искупаться? В этой связи управлением по ЧАЭС города Ахтюбе, в целом даже департамент АЧАЭС, проводится ежедневное патрулирование водоема города Ахтюбе. На дежурство заступает свыше 60 сотрудников. Это конные патрулирования, местная полицейская служба, соответственно, и мы, и волонтеры еще. В ходе рейда мы людей, во-первых, предупреждаем, что здесь запрещается купаться. Но если есть, конечно, непослушные, ну, приходится налагать административные штрафы. В основном мы берем на учет, кто распивает алкогольные напитки, ну, естественно, кто не слушается, что надо отсюда уходить, и мы их привлекаем. На сегодняшний день мы привлекли свыше 400 человек к административному взысканию. Это за оккупальный период. То есть вы предупреждаете, что люди должны немедленно собраться, немедленно покинуть это место? Да, да, да. Для их жизни и здоровья. А потом вы возвращаетесь, чтобы проверить, усилие или нет? Да, да, да. Мы проводим рейды, получается, с двух до восьми вечера, это будние дни, а выходные дни и праздничные – это с часу до девяти часов. Как раз это тот период пика, где люди действительно уже идут отдыхать, купаться. Ну, да, то есть обычно, конечно, приезжают к вечеру, компании, берут с собой напитки, еду и считают, что можно где угодно это делать. Да, да, да. Они могут сидеть, но главное, чтобы распитие спиртных напитков не было и не купались. А так на природе… А, ну, то есть не запрещено. Да, да, да. Все-таки, чтобы люди знали о том, что они могут выезжать на берег реки, но не купаться. Да, да. С одной стороны, неизвестно, какое дно этой реки, да? Неизвестно, вот. А с другой стороны, вероятно, вода все-таки холодная в наших реках. Ну, сейчас уже с наступлением, то есть с окончанием июля месяца, вы заметили, температура воздуха уже понизилась. То есть это чревато для организма, потому что человек не знает, как правильно вообще окунаться в воду, да? То есть прежде должен себя ополоскнуть, чтобы кровь привыкла. Ну, тем более уже можно молчать тех, кто уже выпьет. Ну, конечно. То есть когда человек, это даже медики все время говорят, да, когда человек резко погружается в холодную воду, у него происходит… Остановка сердца, может быть. Судороги. Судороги. Ну, много причин. Да, и потом просто он даже не успевает сообщить о том, что ему плохо, что он захлебывается. И еще говорят спасатели, что человек, который тонет, он на самом деле не подает заметных сигналов. Он не успевает просто, да, сделать этого. Шок, шок. К сожалению, вот действительно такие ситуации возникают нередко, потому что люди очень относятся безответственно к своей жизни, к жизни близких. Они разрешают купаться детям, им кажется, что дети здесь рядом на берегу, а потом вдруг оказывается, что… Как спасателей вызвать, где их найти? У всех есть сейчас сотовые телефоны, но, наверное, не все знают, как это сделать в случае опасности. Ну, да, я вот еще раз повторюсь, что мы на сегодняшний день патрулируем, да, в принципе, если возникла какая-то чрезвычайная ситуация, это единственные номера наши, это 112 и 101. У нас по городу участки закреплены, то есть, главное сказать, местонахождение ориентировочное, и мы туда отправляем наших сотрудников. У вас есть мобильные бригады, да? Мобильные бригады, да. Которые по территории распределены? Обязательно, обязательно. И поэтому они достаточно быстро могут добраться до этого места. Достаточно быстро по городу, да. Ну, за городом мы туда, чуть-чуть долговато будет, конечно. Ну, конечно, потому что сейчас у нас город растянут на многие километры, и, соответственно, реки тоже наши простираются на много-много километров. Многие выезжают на рыбалку, причем едут далеко за город иногда, и, мне кажется, чаще всего даже не сообщают о том, куда они едут, они, может быть, просто не знают, кому сообщать. Но тоже, наверное, подвергают свою жизнь опасности. Да. Ну, рыбакам нашим главное соблюдать правила. Какие? Самое главное, это чтобы спасательный жилет был у них. Это самое главное. Не заплывать далеко от берега. Там, воздержаться от ловли рыбы в ветреной погоде. То есть это тоже чаровато, да. Ну, и, наверное, на лодке надувной тоже опасно. Да, но прежде чем надувной, надо на герметичность его проверить, действительно. Ну, все-таки жизнь-то, она для себя дорога. Вот. В принципе, и в ночное время. Да, да. Нежелательно. Многие люди предпочитают ночную рыбалку или когда только-только начинает светать. Ну, наверное, это такое опасное время. Это опасное время. Да, одно из главных предупреждений, которые вы, наверное, всем даете. Да, вот это алкоголь на напитках. Да, что алкоголь, он самый большой риск создает сейчас. Еще одна опасность летом – это природные пожары. Ну, действительно, когда очень долго держится сухая погода, то возникают степные пожары, а в этом году еще были и лесные пожары. Ну, хотя у нас леса в основном рассредоточены по районам области, но, наверное, в городе тоже возможны возгорания. Да, ну, скажем, если по статистике у нас на сегодняшний день зарегистрировано 172 пожаров. Ну, один как раз из них пожар – это загорание леса 2 гектара. Где это было? Это в районе нашего города, Карагалинском районе, в ту сторону. В общем, вот, ну, естественно, были привлечены ответственные лица к административной ответственности. Ими проводятся тоже лесохозяйственные учреждения, рейдовые мероприятия. Мы проверили их техники. Вот. Ну, если говорить насчет пожаров, то у нас сейчас наибольшее загорание происходит именно в жилом секторе. То есть там, конечно, наверное, каждый день что-то происходит? Да, это каждый день, да, в жилом секторе. На втором месте у нас автотранспорт стоит. Ну, дальше это прочие пожары, шалость детей. Причинами в основном – это неосторожное обращение с огнем или, ну, скажем так, короткое замыкание электропроводов, чтобы понятно было. Вот. На сегодняшний день привлечены по пожарам тоже привлекаются. 66 человек привлечены к административной ответственности. Это такие пожары, как оставление пищи на плите, разжигание мусора во дворе. Тоже предупредительного характера. Если в течение года повторится, ну, уже будет налагаться административная ответственность. То есть вы не только помощь оказываете людям, у которых возник пожар, но вы еще выясняете, если они виноваты, то они за это должны есть ответственность. Обязательно, да. А какого рода ответственность, кроме предупреждения? Административные денежные штрафы. Ну, опять, МРП, в зависимости от форм собственности. Ну, вот, действительно, одно из сообщений в этом году было о том, что загорелась квартира по проспекту Сынки-Бая-Батыра, и там малосемейное общежитие располагается на пятом этаже. И хотя довольно быстро этот пожар остановили, потому что комната только сгорела, но, тем не менее, были эвакуированы 12 человек, и из них пятеро детей. Вот, они были фактически спасены. А мужчина, который, наверное, явился виновником этого пожара, он был доставлен в БСМП. То есть еще, наверное, одна причина – это курение в постели, о чем часто говорят пожарные. Да, есть курение в постели, тоже административное изыскание. Но, так как дознание по расследованию по пожарам, сейчас оно не входит в нашу компетенцию, мы материалы передаем департаменту полиции, то есть управление полицией города Ахтюбе, они дальше разбираются, виновен или невиновен и так далее. Мы первоначально сбор материалов даем, соответственно, назначаем экспертизу нашу, исследование, пожаролабораторное исследование у нас есть, выявляет первоначальную причину пожара, и до дальнейшего разбирательства мы отправляем материалы туда. Бывает, что люди сообщают, что над ними живет сосед, который курит и бросает окурки с балкона, и они опасаются, что окурки могут залететь к ним в квартиру. Вот по таким заявлениям можно какие-то меры принять? Ну, таких заявлений у нас не было. Не было еще. Да, не было еще. Только устно пока в социальных сетях жалуются. Да. Ну, конечно, если это все доказуемо будет... Ну, пока не загорится, в общем, меры к нему никакие не предпринимут. Ну, мы обычно, да, люди, когда обращаются, мы профилактическую работу обязаны проводить. Мы приходим, разъясняем, в чем чреватость этого отношений, какие правила пожарной безопасности надо соблюдать, брошюрки у нас есть, мы это все профилактической работой проводим сразу же с человеком. Угу. И какие правила нужно соблюдать людям, которые живут, скажем, в частном секторе? Они часто складируют мусор, старые вещи у себя во дворе. Есть какие-то к ним требования? Так, такого в жилом секторе требований мало, но основном у нас на объекты, да, подконтрольные, это малый, средний бизнес, крупный бизнес. Ну, да, в жилом секторе обязательно, вот, я же говорил, что основные причины это короткое замыкание электропроводов, разжигание мусора, что загорание причинами является, да. И хотел бы, чтобы люди обратили внимание на свои электропровода, потому что большинство делают скрутки, это, по идее, это нарушение правил пожарной безопасности, чтобы они их просмотрели еще раз, могут акт замер сопротивления сделать, но, естественно, мусор разжигать от зданий сооружения 30-50 метров. Ну, вот, недавно у нас был такой масштабный ливень, после которого горели трансформаторные будки, небольшие подстанции, вот, это, наверное, тоже связано с тем, что нужно делать профилактическую работу с электрооборудованием. Ну, там, в основном, короткие замыкания были, да, там есть у них специалисты в этой области, которые должны были смотреть, ну, у них короткое замыкание было, но без распространения горения было у них, в основном. Ну, вот вы сказали, что наказываете людей, у которых пожар может произойти в доме, то есть они подвергают риску соседей своих, а если у человека загорелась машина, ну, фактически он ущерб сам получил, если она сгорела полностью или частично, но он несет ответственность за то, что тоже здесь нет такой ответственности? Мы ответственность не несут, но я бы хотел здесь обратить внимание, чтобы в большинстве машин отсутствуют огнетушители, порошковые, да. Мы проанализировали за последние пять лет по автотранспорту, загорание автотранспорта причинами, да. В основном подвергается возгоранию машины именно эксплуатации свыше 20 лет, то есть, скажем, старые машины. В основном это происходит короткое замыкание. Вот желательно провода проверять или менять, потому что эксплуатации... Ну и, конечно, может быть, даже усилить вот свою машину средствами защиты, да? Средствами защиты, да. Огнетушителями, чтобы их был не один, а может быть два и больше, для того, чтобы человек побыстрее мог... Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. То есть, если у вас очень старые машины, то, пожалуйста, весь багажник, чтобы у вас было средство защиты, и тогда, может быть, вы спасете еще этот транспорт. Но если говорить о том, что люди должны быть готовы вот к такого рода ситуациям, да, то, наверное, возникает вопрос еще безопасности, вернее, вопрос подъезда, подъездных путей ко всем жилым объектам или к предприятиям. С этим тоже, вероятно, у вас есть проблемы? Да. У нас есть подразделение пожаротушения. Когда выезжают на пожары, действительно мешают блоки перекрытия, шлагбаумы. Но шлагбаумы, в принципе, у нас проблем нет там, потому что здесь везде охраны, которые могут в свое время открыть пультом даже. А вот блоки, они нам мешают. И в связи с этим у нас начата даже с прошлого года, а нет, с этого года начата работа, по удалению этих блоков совместно с МПС, ЖКХ. Эту работу мы проделали. Конечно, недовольных было очень много, но и с другой стороны люди тоже понимали, что это же не только для пожарной машины нужно, и для другой специальной техники, что в свое время можно было спасти жизнь людей. Часто бывает, что и многоэтажные дома ставят шлагбаумы на въезде в свой двор. И здесь, наверное, нужны, может быть, какие-то контактные телефоны. То есть как вы находите тех, кто может предоставить ключ от этого шлагбаума? Дело в том, что который вызывает, мы с ним сразу же переговариваем. У вас там шлагбаум стоит, не стоит. Ну, в принципе, люди, которые звонят, говорят, да, шлагбаум есть, мы откроем. То есть таких трудностей пока не было, да, с этими средствами, так сказать. Какие методы профилактики вы используете? То есть как вы людям сообщаете? Вы уже сказали, раздаете брошюры, еще есть какой-то обход. Обход населения. У нас сейчас начинается работа с 1 августа, отопительный сезон. То есть мы будем обходить социально уязвимое население нашего города. Естественно, мы там будем разъяснять правила использования печей, электропроводов. То есть если у них какие-то нарушения там будут, мы им же сразу на месте будем объяснять. И нужно будет, будем привлекать местные исполнительные органы, там, газовое хозяйство, чтобы они могли помочь в этих вопросах. Ну, мы агитируем. У нас есть свои сайты, у нас есть инстаграмы. Инстаграмы, мы туда выкладываем свои мини-ролики, баннеры. Да, у вас очень активно там идет, и каждое сообщение о каком-то возгорании или происшествии вы тоже очень быстро выкладываете в инстаграм. Это имеется вот такую практическую направленность, да, то есть воздействие? Хотел бы здесь отметить, что усиливая профилактическую работу, в этом году у нас даже пожара чуть меньше стало. Мы по анализам нам показывают, что... Ну да, то есть вы соотносите с тем, что люди начали все-таки обращать внимание. Да, да, обращать внимание начали. Все-таки даже были случаи, у нас даже бывают такие случаи, где вызов, пожар потушен до прибытия. Это о чем говорит, что человек уже знает, как потушить пожар или отнестись к нему как правильно. Ну вот если вдруг возникает такая ситуация, чайник загорелся на плите, или что-то упало, горящее на пол, какие первые должны быть действия людей? То есть бежать, звонить в пожарную или все-таки... В первую очередь позвонить, конечно. В первую очередь, да. Или самому какие-то меры принять? В первую очередь позвонить, в вторую очередь выключить электричество, может быть, от электричества это возникнет, понимаете? Ну там надо уже смотреть на обстановку, если есть возможность потушить, то потушить. Если, допустим, кухня уже загорелась, лучше дверь кухни закрыть и вообще выйти и всех оповещать, чтобы все выходили. И ждать пожарную службу, если уже неконтролируемое горение. Если открытый огонь уже. Да, да, уже открытый и неконтролируемое горение. Но если есть возможность потушить, да, там можно... Ну, я же еще раз повторюсь, электричество главное выключить, потом после этого сразу же принять на тушение. Ну, то есть ликвидировать вот этот самый возможный источник. Да, да, да. Ясно. Вербожин Балатович, ну я думаю, что какие-то сегодня полезные для себя сведения наши телезрители почерпнули. И, конечно, хотелось бы прежде всего всем людям сказать, чтобы были осторожнее, чтобы проявляли бдительность и, собственно, к своим членам семьи, к себе самому. То, что касается пожароопасности, это, конечно, мы понимаем, что прежде всего мы отвечаем сами за то, что происходит у нас дома. А вот то, что происходит на природе, то есть то, о чем мы начинали говорить с вами об опасности на воде, здесь, конечно, нужно быть бдительными и по отношению к тем людям, которые находятся рядом с вами. То есть если вы видите компанию, которая распивает спиртные напитки, потом обязательно, видимо, кто-нибудь полезет в воду и нужно, может быть, как-то предупредить их и сказать, чтобы они этого не делали. А возможно, если они уже купаются, то позвонить по телефону, еще раз скажем, 112 или 101. Это служба ЧАЭС городская, которая может выслать мобильные силы для того, чтобы предотвратить несчастный случай. Это была программа «Актуальный вопрос». Я Марина Васильева. Пишите нам на страницу RICO News в Instagram, задавайте вопросы, и мы будем искать специалистов, которые смогут на них компетентно ответить. Всего доброго, будьте здоровы, и чтобы все у вас было прекрасно нынешним летом. Субтитры создавал DimaTorzok